с вами доктор кострик спасибо всем кто нас смотрит ставит лайки подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить выход новых видео комментируйте видео работаем для вас снимаем видео по вашим комментариям боль в костях самые распространенные причины эта тема сегодняшней нашей встречи боль в костях это состояние вызванное различными патогенами боль может быть причиной травмы или заболевания конкретной кости но также может указывать на системное заболевание боль в костях чаще всего возникает в результате травмы вызывающий сильный ушиб или перелом в данном случае мы имеем дело с механическими повреждениями и боль вызывается только внешними факторами однако существуют патологические повреждения костей при которых кость ломается даже если сама травма обычно безвредно патологические переломы вызваны тем что кость уже была ослаблена или повреждена в результате развивающегося в организме заболевания особенно это бывает у людей борющихся с онкологическими заболеваниями первичными опухолями костей остеопорозом авитаминозом или врожденными ламкостями костей боль костях также может быть следствием остита это острое или хроническое воспаление костной ткани которой в данном случае является одним из наиболее трудно поддающихся лечению инфекционных заболеваний боль костях часто вызывается раком костей в том числе остеосаркомой остеома костной мозоли представляет собой небольшую опухоль состоящую из незрелых костных клеток этот рак чаще всего поражает подростков или молодых людей боль костях усиливается при физических нагрузках и не прекращается во время отдыха это неприятность особенно болезненно ночью что вызывает нарушение сна и бессонницу остеосаркома с другой стороны является одним из наиболее злокачественных новообразований костей наибольшее количество случаев этого вида рака регистрируют мужского пола возрасте от 10 до 30 лет боль костях сопровождается болью и радиирующей суставы а также утолщением и потеплением кожи вокруг развивающейся опухоли авоскулярный некроз кости заболевания развивающиеся в результате ишемии кости плохого кровоснабжения и как следствие гибели кости что является следствием недостатка питательных веществ случае авоскулярного некроза боль в кости является одним из первых симптомов заболевания что важно с диагностической точки зрения избежать остеонекроза можно вызванного предшествующими травмами костей аутоиммунными заболеваниями хроническим приемом глюкокортикоидов и злоупотреблением алкоголем боль в костях также может быть признаком другого известного заболевания лейкемии это заболевание кровотворной системы при котором клетки бесконтрольно разрастаются в костном мозге расположенном центре кости как следствие происходит значительное падение клеток составляющих кровь чрезмерное количество патологических клеток раздвигает кости разрушая их и вызывая очень сильную боль в костях эта боль носит нарастающий характер сначала это похоже на боль в костях которая возникает например при смене погоды со временем боль становится более интенсивной и может ощущаться как сломанная кость случае боли не только в костях но и суставах очень важно принимать витамин d3 примером заболевания которое непосредственно не проявляется в виде боли в костях является остеопороз это приводит к ослаблению костных структур и как следствие к нарушению их целостности и частым переломом остеопороз является поздно выявленным заболеванием так как длительное время не вызывает никаких внешних симптомов именно переломы костей проявляющиеся сильными болями являются основанием для начала диагностики этого заболевания надеюсь информация была полезна для вас будьте здоровы берегите себя и своих близких не игнорируйте симптомы заболевания и вовремя обращайтесь к доктору до новых встреч